Доброго дня, уважаемые коллеги, с вами консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Сегодня я расскажу о таком объекте инфраструктуры, как научно-производственный центр или научно-технический центр МПЦ-НТЦ беспилотных авиационных систем. И, собственно говоря, вы узнаете, чем эта структура, МПЦ-БАС в аббревиатуре, отличается, скажем так, от набора кружков авиамодельного, аэродинамического, электроники, работотехники, там, я не знаю, какого-нибудь Ардуина или что-нибудь в этом роде, а также, допустим, там, прототипирование, аддитивки, 3D-технологии, все это вместе, да. То есть, если мы говорим про аккредитованную вот эту самую структуру, которую государство предъявляет определенные требования, да, потому что оно выдает деньги. По-другому скажу, если вы хотите получить денежные средства на создание такого научно-производственного центра БАС беспилотников, да, вот, то, соответственно, надо пройти аккредитацию и соответствовать определенным требованиям. Вот об этих требованиях мы сегодня с вами и поговорим, да. Так, значит, как известно, регламентирующий документ у нас с вами пока один, это приказ Минпромторга 2201. Легко найти его в справочной системе, да. Согласно этому требованию, научно-производственный центр – это некая технологическая инфраструктура, да. Еще регулируется законом о промышленной политике. Цель его, чтобы в стенах этого самого НПЦ БАС разрабатывались, испытывались, сертифицировались, серийно производились и выводились на рынок беспилотной авиационной системы. Вот и все, да. Значит, цель его основное создание. Соответственно, эта структура должна быть обеспечена зданиями, строениями, сооружениями. Ну и по приблизительным подсчетам сделана такая отсечка минимальная, не менее 2,5 тысяч квадратных метров должна быть такая штука. Соответственно, статус его прислалит Минпромторг. Соответственно, надо аккредитоваться по приказу 2201. Итак, что же по приказу 2201 требуется? То есть, как минимум, как минимум, из четырех существующих типов инфраструктуры или там, скажем так, центров, объектов, да, научно-производственного центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем, у вас должно присутствовать хотя бы два из четырех тех, которые выделяет Минпромторг, да. Минпромторг выделяет следующее. Лабораторийно-исследовательский комплекс или ЛИК, летно-испытательный центр или ЛИЦ, Центр коллективного пользования, ЦКП и иные объекты технологической инфраструктуры, да. Если первые три по названию, собственно говоря, понятны, раскрывают, но мы еще подробно разберем, то иные объекты технологической инфраструктуры должны служить следующим четырем задачам. Подготовка кадров для отрасли беспилотников, соревновательные конкурсные мероприятия, региональные отраслевые форумы, выставки, ну и помощь резидентам для получения различных мер поддержки в рамках нацпроекта беспилотной авиационной системы, да. Это и констанция, и сертификация, и сопровождение, и патентование, и защита, и юридические услуги, и так далее, и так далее. Ну и понятно, что инжиниринговые, технологические, маркетинговые, финансовые, и меры поддержки, финансовые, налоговые и так далее. Итак, мы сейчас будем подробно разбирать эти самые четыре объекта, да. Вот, я буду последовательно по слайдикам идти, да. Соответственно, вот эти слайдики, сразу скажу, эти все фотографии сгенерировали в нейросетках, чтобы нам не нарушать, не делать, так сказать, конфликт интересов, и не нарушать конфиденциальность информации наших клиентов, да. Мы картинки конкретных их проектов выкладывать не будем, мы просто сгенерили в нейросетке шедевру, да, шедевру. Вот, потому что у нас такое правило. Мы никому не продаем и не передаем результаты, ну, конфиденциальной информации наших клиентов, а также их документацию, да. Вот, а когда нам приходится часть документации, разработанной для наших клиентов, передавать органам исполнительной власти или, там, путем участия в каких-то заявках, мы их, скажем так, рафинируем. То есть все существенное, все критичное, чувствительное, щепетильное, да, конфиденциальное, все, что хранится в производственном секрете в режиме ноу-хау или в режиме некоммерческой тайны, естественно, это ничего в конкурсную документацию, передаваемую органам власти, не передается, потому что это никаких гарантий, где это вообще может всплыть, да. Вот, соответственно, а вот уже информация, которая появляется в ходе нашей работы с клиентами, она, естественно, никуда никому не передается. Поэтому, ну, вот еще одна из причин, по которой к нам обращаются наши клиенты, они уверены, что наша информация, мы не торгуем информацией наших клиентов, и она нигде не всплывет. Так вот, значит, с чего мы начнем последовательно? Ну, допустим, первое у нас это центр коллективного пользования, да. В зависимости от того, чем будут пользоваться резиденты, выделяется центр коллективного пользования научным лабораторным оборудованием и инженерным, например, да, в том числе, и производственным оборудованием, да, технологическим, на котором либо можно прототипировать, делать образцы, пилоты, делать прототипы, а также второй тип коллективного, оборудование коллективного пользования для серийного, там, где уже из удачных опытных образцов, прошедших все испытания, уже делаются серийные, да, или в котором из мелкой серии, или несколько, скажем так, образцов, которые опытно-промышленная партия такая, да, которую мы утвердили в качестве промышленной партии, и из них начинаем делать, вот. Так вот, что такое центр коллективного пользования, цель его? Естественно, он оснащен каким-то оборудованием, да, какими-то станками, потому что, собственно говоря, управляющая компания будет оказывать на нем с помощью этого самого центра услугу, да, какую? Изготавливать детали, какие-то узлы, агрегаты, да, беспилотных авиационных систем, которые будут разрабатываться резидентами своих инженерных программ, да, то есть резиденты, пользователи этого самого НПЦ что-то в сапрах своих наваяли, соответственно, нужно в единичном или, там, ну, несколько единичном мелкосерийном количестве, да, экземпляров это самое сделать. Соответственно, в этом же НПЦ проводятся испытания вот этих самых, да, понятно, что у беспилотника сочетание нескольких ключевых технологий, да, аэродинамические вещи, соответственно, это технологии летательных аппаратов, да, то есть это поднимать воздух, вот, соответственно, конструкционные материалы и другие летные материалы, которые должны быть прочными, но легкими, например, да, это электроника управляющая, потому что происходит управление или по кабелю, или по радиоканалу, вот, соответственно, несколько типов электроники, электроника радиосвязи, например, да, или, там, оптиковолоконной связи, и электроника управляющая, да, вот, можно, там, не знать, там, электротехникой назвать ее в какой-то степени, да, мехатроникой, вот, потом механика чистая, то есть приводы, узлы, моторы, коробки отбора мощности, редуктора и все такое прочее, колеса и все движительные и прочие механические соединения, да, включая метизы, вот, соответственно, это центр материалов, вот, ну и, наверное, что еще? Ну и, да, и испытательные. Так вот, значит, это центр, поскольку для мелкосерийного производства, комплектующих, узлов, агрегатов, ну и, естественно, проведение, да, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Вот, соответственно, это определяет, сколько видов оборудования там должно быть. Дальше, летный, а, ну, летный испытательный центр чуть позже. Итак, значит, центр коллективного пользования, да, понятно, что он должен быть оснащен современным оборудованием, особенно если там идет аддитивная технология, там 3D-печать, 3D-принтеры разных, скажем так, площадей, разных возможностей, разных материалов, наверное, разных мощностей, производительности, с неким разнообразием в количестве печатающих головок, разнообразием в используемых материалах и так далее, и так далее. Так, ну, например, что еще? Станки, инструменты, да, цеха коллективного пользования. Понятно, что это какие-то ЧПУ-станки для точного изготовления деталей, то есть не исключено, что будет использоваться фазеровальная, токарная обработка, да, там пластики, металлы, ну, не знаю насчет дерева, но, может быть, где-то и дерево, да. Но в основном, наверное, все-таки это пластики, аддитивка, ну, и металл. Там, где речь идет о быстро изнашивающихся компонентах, где речь идет о надежности, где речь идет о подшипниках, да, где идет речь о передаче тягового усилия, например, да, то есть какие-то, возможно, детали будут изготавливаться из разного рода композитов и пластиков, но в некоторых случаях используется, как говорится, летный металл, да, дюрал, алюминий и так далее, да, и сплавы. Лазерные резаки для резки гравировки, скорее всего, нужны какие-то, да, ну, про 3D-принтеры для быстрого прототипирования изготавливания деталей, да, из различных материалов, вот, возможно, сварочное какое-то оборудование для соединения металлических чтей, особенно если мы говорим про сварку цветных металлов, специфичный вид сварки, да, то есть это не просто, что называется, электродом черную сталь там сварить, да, ну, понятно, что здесь не чугун, но это, как правило, легкосплавные такие конструкции. Так, что еще может быть у центра коллективного пользования из испытательного оборудования, да, во-первых, скорее всего, потребуется испытание на статику и динамику, ну, возможно, какие-то стенды для испытаний на прочность, для тестирования аэродинамических характеристик не на воздухе, скорее всего, будет использоваться аэродинамическая труба, например, да, значит, мониторинг-контроль, когда мы базы, наши беспилотные авиационные средства системы в реальные условия выпускаем, да, нам нужен определенный мониторинг и контроль, да, соответственно, на чем работают у нас проектировщики-моделировщики, да, это компы, рабочие станции с мощными процессорами и графическими картами, чтобы, вот, усуществлять это, как бы, проектирование, моделирование. Ну, программное обеспечение, классическое CAD, CAM, CA и системы, вот, либо из, ну, скорее всего, из доступных, да, то есть здесь надо учитывать, что часть разработчиков программного обеспечения, вот эти самовладельцы лицензии, да, прекратили поддержку программных продуктов, программных своих комплексов, да, вот, называть не буду, да, но все они на слуху. Некоторые, собственно говоря, так прекратили свою поддержку, что теперь достаточно с компьютером выйти в интернет, и, собственно говоря, система сразу из интернета сообщает, такая лицензия, там идет блокировка пакетов, блокировка библиотек и так далее, и так далее. То есть в интернет не выйдешь. То есть какое-то вот такое вот островное, локальное, зонированное пространство, ну, на сегодняшний день так работать крайне неудобно, иногда даже невозможно. Так, значит, какими характеристиками должен обладать центр коллективного пользования оборудованием производственным или там инженерным, научным, да? Значит, по площади, ну, понятно, что это должна быть некая достаточная такая площадь, да, для размещения оборудования, рабочих зон, зон для испытаний, для хранения материалов элементарно, да? То есть склады, чтобы, допустим, еще были. Ну, я думаю, что может варьироваться площадь где-то, наверное, от 200 до 1000 квадратных метров в зависимости от масштабов деятельности этого самого центра коллективного пользования, ну, естественно, линейки набора оборудования, да? Так, зонирование. Четко планировщики, специалисты по архитектурно-планировочным решениям, разработчики мастер-плана, проектировщики выделяют три зоны, да? Производственные, испытательные, административные, которые, ну, в принципе, наверное, производственные, испытательные пересекаются, и одна исходит, ну, административные зоны чаще всего, наверное, локальные, да? Так, с точки зрения того, кто будет в управляющей компании работать в этом центре коллективного пользования оборудования, да, персонал ЦКП, естественно, что он должен быть укомплектован квалифицированными отзывчими специалистами, да? Кто может понадобиться? Ну, наверное, разработка проектирования беспилотников, инженеры-конструктора, для оптимизации производственных процессов серийного выпуска по отработанной технологии и отработка самой технологии, разработка, да, то есть окры как раз технологии, операторы станков для управления ЧПУшками, другим оборудованием, печать, то есть вряд ли управляющая компания каждого резидента выпустит на, что называется, даст пользование оборудованием, не имеющего, даст пользование оборудования оператору, который не имеет соответствующего, да? То есть это должен быть оператор станков, который никого другого к станку не подпускает. Так, те, кто будет тестировать, анализировать результаты, проводить испытания, да, то есть это, наверное, тестировщики, люди по разработанной методике или по ими же самими разработанным методикам с учетом, с участием инженера-конструктора, да, программы методика испытаний по моей так называемой, да, вот, такие люди. Ну и понятно, что научные сотрудники для научно-исследовательских работ, если и разработки новых технологий, то есть научные сотрудники в материаловедении, например, да, если мы сейчас говорим про какие-то конструкционные материалы или про какие-то композиты, да, вот, возможно еще в какой, ну, в электронике там науки, на самом деле на сегодняшний день, наверное, будет мало, это скорее окровская составляющая, то есть это возможность подружить на одной плате, ну, я не знаю, там, если FPGA, вот, будет использоваться, да, то в программировании там, собственно говоря, науки сейчас уже как бы никакой нет, да, то есть это уже давно стало окроме, да. Так, какие услуги должен предоставлять Центр коллективного пользования оборудований? Изготовление деталей узлов и агрегатов для басов, проведение испытаний бас и их компонентов, мелкосерийное производство и производство комплектующих, вот, ну и, соответственно, опыта конструкторской работы. Это по Центру коллективного пользования, да. Ну, вот, соответственно, на картинках вы видите и ЧПУшки, и принтеры, и 3D-печать, и кое-какое еще оборудование, да. На правой картинке, соответственно, САПРы, инженеры сидят за САПРами, или технологи, разрабатывают технологии, рисуют.